Все растет, все продолжает расти, может быть не так быстро, как раньше. Но вот если не брать наши национальные доменные зоны, которые продолжают расти теми же темпами, какими они росли в предыдущие годы, то сейчас интерес российских пользователей, он, скажем так, переориентировался и теперь направлен на новые домены, которые появились на мировом рынке не так давно и в первую очередь были популярны в Европе. Это, например, домены в зоне ME, персонифицированный домен так называемый, хотя это доменные зоны Черногория, или же домены в зоне PRO. Это домены для профессионалов, там достаточно ограниченные условия регистрации, необходимо предъявить документ, диплом чаще всего о том, что вы принадлежите к отраслевой тусовке юристов, медиков, еще кого-то и так далее. Это, с одной стороны, это вот такое разнообразие доменные, которое уже появилось и которое стало доступно российским пользователям. А с другой стороны, это новая программа New GTLD, которая позволит, в принципе, уже, возможно, в конце 2011 года, чтобы домены верхнего уровня появлялись по заявкам любого, любой организации, любого физического лица. Планируется, что 20 июня этого года будет утверждена программа, и тогда вот те предварительные заявки, какие сегодня уже имеются, даже в России, озвучено было о таких заявках, как, например, домен Москва и Москва, домен Сколково, домены других городов, в первую очередь миллионников, и домены культурно-люминистические. Это, например, для тех народов, которые компактно проживают на территории России, соответственно, хотят быть представлены в интернете, в том числе и с помощью своего домена верхнего уровня. Вот эти домены скоро появятся, они вызывают, безусловно, интерес большой у пользователей, потому что это что-то совершенно новое в системе адресации интернета. Ну, на сегодняшний день в домене РУ уже более 3 миллионов 300 тысяч доменных имен. Несколько замедлилось, да, прирост по сравнению с докризисными годами. То есть, если у нас 2008 год, это был последний год, когда показали рекордный мировой показатель 64%, то дальше уже идет, конечно, небольшое снижение, 40%, и вот сейчас уже около 30% годовой рост по итогам 2010 года. Но это и понятно, зато мы уже находимся в десятке крупнейших национальных доменных зон мира, и, в общем-то, я не думаю, что будем расти так активно, даже несмотря на то, что региональные пользователи появляются. И, в общем-то, та история, которая у нас есть с пользователями интернета, это то, что в первую очередь прирастает количество пользователей за счет региональных компонентов. То же самое и с доменами. Москва и Питер уже давно насытились, миллионники тоже близки к насыщению, а вот небольшие города, они сейчас показывают более активную динамику роста. Мы выступаем за создание доменов, связанных с названиями городов. Домен Сколково — это не наша инициатива, это инициатива самого фонда. Но, насколько я понимаю, речь идет все-таки о тех проектах, которые работают в Сколково, будут работать, которые уже заявили, будут появляться по мере развития вот этого Инограда. И, соответственно, получив свой адрес в доменной зоне Сколково, они получают как бы бренд, некий такой знак качества, знак отличия о том, что они уже работают в Инограде. Это, наверное, имиджевый больше проект, безусловно. И это немножко другая бизнес-модель, не та, которая существует во всех других доменных зонах. Я думаю, что наши крупные бренды тоже, скорее всего, захотят быть представлены уже на верхнем уровне системы адресации. Конечно же, это могут быть и проекты, которые, скажем так, изначально вряд ли коммерчески привлекательны, но они интересны для региональных правительств, например, Республик Татарстана, Саха, Якутия и других, которые таким образом будут развивать самобытность, помогать местным сайтом, местным сайтостроителям, быть представленными в интернете, соответственно, представлять свои компании. Может быть, это будут какие-то ограничения, ну, например, как это сделано в домене Каталонии. Кэт — это первый действующий уже пример культурно-лингвистического домена, где можно только размещать сайты, которые либо на каталонском языке, либо посвящены истории, культуре и так далее традициям жителей Каталонии.